Вот, по поводу кремов, которые я использую и использовала для... Смотри внимательно. Малина. Всем привет, мои хорошие. Так, ну что, у меня димой закончился, я уже пообедать успела и все, и все, и все, и все. И сейчас я вам хочу показать... Ой, он уже варит. Блин, он уже варит. Я хотела показать вам, что мы будем делать с батутом нашим бывшим. Как вы знаете, у нас был уже маленький батут. Перед тем, как купить большой батут. И продавать его, говорит, за 3 копейки неохота. Отдавать в таком состоянии тоже не хочется. У нас-таки много чего было уже испорчено. Вот, и у меня возникла такая идея. Вы видели, что мы уже попытались сделать домик с него, перевернув. Вот так у нас сильные ветры, ужасные. Так у нас поле сзади, видите, у нас поле там сзади. Понятно, ничем мы не защищены. У нас все ветра, они у нас ужасные. Ужасные, много ветров. Каждый раз, что они завалили, у нас был такой тоннель, как бы небольшая терраска, можно сказать, из этих палатка, можно так скажем, на улице стояла. И у нас с ветром ее просто все прогнуло, все сломало. Хотя она все была из металла. Вот, и когда нам надо передавали сильный дождь со сильным ветром, мы пришлось нам обратно перевернуть на землю. Короче говоря, я говорю, нет, это будет там головная боль. Давай что-то новое придумывать. Я думала, думала и придумала. Придумала сделать домик из этого батута. Вот, и что, Арно, тоже крутились, вертелись, думали, гадали, как же нам это все организовать. И Арно сейчас варит. Ой, что, трогаю руки. Страшно, что, смотрите, как телепается. Надо мне срочно руки качать, только одни руки. Мамочки мои, позорище. Здесь твердо, а здесь телепается. Все, займусь руками конкретно. Вот, а что, сейчас Арно варит. Длин, идти смотреть не могу, и идти туда не могу. Когда он прекратит все это дело варить, показать. Сори, папа. А то, дозгон? Дозгон, по-моему. Вот, вот так вот мы его разобрали. Сейчас Арно здесь варит. А, ты тут что, судьба? Видите, Арно сейчас здесь все это припаяет, чтобы не разбиралось, потому что все это разбирается. Вот здесь отрежем. И вот здесь Арно отрежет. И будет такой вход. А? Какие в сиже? Ой, и Арно приварит ноги, ножки, и все. Короче говоря, разрежем впереди. Остальное весь круг останется. Сейчас мы берем вот эти вот пружины, тряпочку вот эту вот, на которой прыгать. И вот эти палочки, которые должны кверху, вот как вон там, вон вверх, видите, идут. Арно их сварить таким вот образом, будет как этот, как домик такой, знаете, с крыши такой. Ну, короче, я результат покажу, видите, иду, и будет потом после. Алий, мужчина мой, работает, работает. Алий. Так, ну раз у меня такая пошла болталочка сегодня, не такой уж сильный влог, я сейчас засяду на свою кровать. И поболтаю, потому что все находится здесь у меня. Вот, по поводу кремов, которые я использую. И использовала для, не для, а после того, как я похудела. Так как, ну, во-первых, очень большой живот, у меня было две беременности, огромная, еще плюс килограммы лишние, естественно. Естественно, надо было ухаживать за кожей, ухаживать сильно, потому что растяжки были сумасшедшие, все. Я покупала разные крема, самые жирные, перепробовала и все. В первую беременность, я помню, очень понравился, по-моему, ультраду, нет, Марсиэй, Петти Марсиэй. Очень классный крем был, очень мне помогало, мне кажется, из-за этого у меня в первую беременность не было растяжек, вообще ни одной растяжки. Слушайте, как у меня у нас красный, кошмар, как я загораю, мне надо загорать по-другому. Вот. И во вторую беременность, по-моему, я хотела что-то другое попробовать, какой-то я крем специальный покупала от растяжки, которыми нифига не помог, нифига, я говорю, знала бы, я лучше бы пользовалась этим, продолжала пользоваться Петти Марсиэй. Вот такая, помню, баночка круглая была, очень такой жирный крем, вкусно, очень вкусно пах, так что название не помню. Если увижу в супермаркете, я вам как-нибудь его сфотографирую, покажу. Вот, потом я начала использовать крем, вот этот вот, Пюре Сансель, я очень верю этой марке, Пюре Сансель, я очень много чего покупаю от них, очень мне нравится, но мне он не помог, может, кому-то он и помогает, мне он не помог, у меня остались растяжки, у меня остались эти пятнышки какие-то такие вот некрасивые на теле, так что, вот видите, я его даже до конца не использую, так он у меня стоит. Сейчас я пользуюсь, не смеяться, пожалуйста, новый эксперимент на себе провожу, вычисла в интернете, что от растяжек нам помогает. Та-дам! Самый обычный ВИКС, ВАПУРАБ, ВАПУРАБ, ВАПУРЫБ, нет, ВАПУРЫБ, ВИКС, которым я лечу детей, мужа и себя, когда у нас насморки и все остальное, типа наши звездочки, когда нюхаешь запах нашей звездочки, помните, была красненькая такая звездочка, не знаю, есть ли в России еще или нет, или в других странах СНГ, СНГ, это звездочка или нет. Вот, так что я покупаю ВАПУРЫБ, сейчас, на данный момент, я уже неделю пользуюсь им, мажу себе животик, говорят, что очень хорошо помогает убрать растяжки, так что, если мне это поможет, естественно, я вам скажу, помогло это или нет. На данный момент, естественно, я неделю всего лишь пользуюсь, я не вижу результата, но посмотрим через месяц, что будет. Но написано было, что надо каждый день, каждый день. Это я делаю на ночь. Днем я мажусь вот таким кремом. Нашла для себя новый крем, я его купила, мне он очень понравился, я пользуюсь всего для него, и лицо, и тело, и животик. Я смазываю очень интенсивно, таким жирненьким кремом, хорошо, чтобы увлажнило мне кожу. Вот, потому что, видите, он даже набрал, была акция, получается, 1,999, а 3,21,99, все-таки выгода есть. Вот, так что, такие вот крема, чем я пользуюсь на данный момент, и чем пользуюсь, немного я перепробовала, но, я же говорю, всегда, в основном, просто покупала самые жирные крема, какие существовали. И с того, что это монстр, так что не тратите деньги на пьеросонселе. Мне лично не помогло, может, кому-то поможет, мне лично нет, не помогло, так что не хотите тратить 20 евро в никуда, не тратите. Но если хотите попробовать, пробуйте, может, у вас поменьше такие, говорится, ну, как, поменьше, может, было у вас растяжек, чем у меня. У меня были очень сильные растяжки, огромные, потому что весы такие дала себе знать. У меня даже вот здесь, вот внутри, внутри жамбы, ножки, внутри ножки, ближе к лица, вот, блин, как же сказать. Ну, вот здесь вот, видите, вот здесь вот, здесь вот у меня даже огромные были растяжки, посмотрите, какая была полненькая. Даже сейчас еще дрогаешь кожу, еще чувствуешь такие вот растяжки, даже настолько они были сильные растяжки. Вот, то что, такие вот дела, то что рассказала вам я про мои крема, и мой крем на данный момент, что я использую. Я вот смотрю, у меня видно на моем заднем фоне мой гардероб. Мне надо как-нибудь собраться и разобрать его, и заодно показать вам, что, чего и как из вещей у Арно у меня, что есть у нас нарядное или ненарядное. Вот, но я жду поехать на этой неделе, мы хотим с Арно съездить в Икею и купить мебель в спальню, еще одну мебель. Мы хотим убрать, сейчас покажу. Вот эту вот скамеечку, это была у Рафаэля в спальне на рождение Райтли, Арно, одеяли, ему украшали, дарили. Ну, как дарили, просто, чтобы было игрушку там сложить, там внутри можно складывать. У меня там шапки лежат, полон на лето. Так что вот эту вот скамеечку мы уберем, я ее покрашу лаком специальным для улицы, и будет у меня стоять на улице эта скамеечка. И здесь я поставлю новую мебель, где я хочу разложить вот весь этот бардак, который везде у меня здесь торчит. Почему у меня этот бардак? Потому что мы перенесли телевизор из зала сюда, естественно, мебель там освободили. Вот видите, все притарахтили сюда, буквально все, в моей спальне, буквально весь бардак, в нашей спальне, точнее, все равно. Вот, так что я планирую поменять мебель, и как я на этой неделе съездим, если, то я обязательно разберу спальню, точнее, мой гардероб. Сейчас я вам покажу быстренько, что есть там, хотя бы так, визуально. Вот, этот гардероб разобрать, разложиться по полочкам. Вот такие вот дела, и заодно вам все снять. Здесь вот Арно все лежит. Здесь мои джинсы, юбки, шорты. Здесь мои футболки, майки. Там у Арно для спорта. Там пижамки наши. Здесь вот эта вот часть Арно, рубашки, она мало очень носит рубашек, а остальное все мое, все барахло мое. Ой, здесь у меня все для спорта. Это для, это рубашки Арно тоже. Это теплая вещь, и две полочки теплых вещей, у каждого своя. Ну, там еще у меня обувь, но тоже все это надо разобрать. Так что все обещаю, я вам все, 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 все покажу, как купим мебельную в нашу спальню и буду раскладывать. Так что я сейчас пошла в свою комнату и вам покажу выход из моего бюро, как обещала. Так, это моя, видите, моя дверь и наши ставни. И оп, и пожалуйста, я могу выйти из своего бюро и пойти в сад. Оп, 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 оп. Пожалуйста, в сад, в огород. Вот, и вон там вот, о, ушел Арно, но он уже отрубил там все. Вот, так что вот здесь, вот я напротив, прям вот это вот окошечко моего хочу поставить. Помните, я кровать покупала, которую красила? Хочу здесь ее поставить. Пусть как раз после обеда у нас полная тень здесь, на этой стороне. Здесь можно будет выйти, сесть, посидеть, там ручную что-то пошить. Или книжку тоже почитать, или просто подремать. Короче говоря, видите, так мне будет здесь удобно. Али, все, болтаю, пошла, видите, мне сколько работы, надо сделать слюнявчики. Так что буду делать мои слюнявчики. И мои, конечно, а для ребенка, который я вам объясняла уже. Пойдем, посмотрим. Так, Рафальчик, сейчас я расскажу сюрприз. Что у меня в огороде. Пошли, пошли, пошли. Ага, в огороде. Заходи. Иди, иди, прямо, 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 прямо. Прямо, прямо, прямо. Ничего не видишь? Смотри внимательно. Малина. Для тебя, и ты боишься, давай тебе буду срывать. Пчелка летает, наверное, опыляет. Класс. Это первый год. Загадывай желание. Это первое в этом году. Еще-еще одна осталась. Смотри. Держи. Ты любишь малинку, а? Угу. Вкусная малинка. Да ты уж мое солнышко. Ты уж мой золотулечка. А клубники смотри сколько, Рафаль. Все для тебя. Алиса не ест. Алиса, собирай клубничку. Тебе помочь? Да. Ну, давай, я тебе помогу. Наверху тебе буду подавать. Ой, я не могу сюда. Ай, держи. Большая там, да? Ой, она не созрела. Рано ты сорвал. Ну, ладно, кушай. Подожди. Я вот здесь увидела, она спряталась. Клубничка. Держи. Давай, я подержу. Это еще не созрело, это еще не созрело. А вот она здесь и так далее. Но она еще не созрела, по-моему. До завтра подождать. Ты-то созрела. 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 Смотри, сколько много тебе. Давай я уберу. Ты пыльца какая-то. Все. А, Алиса, наверное, приехала. Держи, мой радостный. Оп. Пойдем Алису встречать. Доволен, Рафуль? Да. Али. Моя красавица пришла. Моя звездочка. Натанцевалась? Леха. На улице. Наплясалась? Леха на улице. Да, на улице. Не знаю. Натрясалась? Хорошо потанцевала? Ходя. Доброшулька моя. Ты тоже будешь лего делать? Руки мыть сначала. И обувь на место. Рафик делает свой лего. Вчера папа у нас не удержался и купил. Рафаэль и Алис лего. Так всегда папулька у нас. Алисенка вот такой взял. А как ты так удачиться могла-то? Ну ничего. Давай я поцелую. Давай я поцелую. Здесь я поцелую. Все пройдет. Иди мои руки. Ну что, побежала я бегать. Мне муж позволил побегать. А муж? Муж, а муж? Что здесь кто-то туризм курирал? Давай, давай. Давай, давай, кричит. Давай, давай. Алло. Спасибо, Машу. Все, побежала я. Эй, ну что, вернулась мама с пробежки, да, котятки? Пронеси маме обруч, пожалуйста. Перемо обруч крутить. Сейчас буду делать, крутить обруч теперь. Не буду я делать упражнения. Все, может, упражнения сейчас не хотят. Перемь. Два. Шесть. Раз. Другая страна, поменяли. Я думаю, поехали. За два. Раз. Два. Стоять. 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 Пять. Стоять. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok